Виктор Владимирович, а у нас вот сегодня магнитные бури, например, и утром, и днём, и к вечеру, и через несколько дней их повторение, ну вот прям расписание существует такое определенное. И сейчас очень много комментариев идёт по поводу вот как спасаться, как помогать себе вот на наши ролики, связанные с магнитными бурями. Есть ли какая-то взаимосвязь или может быть некая синхронизация понятий, когда магнитные бури действуют на нашу нервную систему, центральную нервную систему, и вот того самого радиочастотного воздействия, о котором буквально вчера говорил наш президент? Замечательно. Замечательно то, что вы поднимаете эту тему, замечательно то, что вы задаете этот вопрос, и замечательно то, что это продолжает волновать умы профессиональных врачей. Во-первых, это связано с тем, что это лишний раз говорит о том, что мы на самом деле, как бы нас с вами, Татьяна Владимировна, не пинали со стороны Библии, являемся животными, пусть и высшими, но животными. Поэтому мы очень взаимосвязаны с волнами, которые получаем извне, волны, которые отражает наша земля, и в зависимости от этого, как настроен наш организм, как наша система адаптации выстроена, выдрессирована и протекает наша жизнь. Потому что вы знаете прекрасно, что мы с вами не отвечаем на магнитные бури, а наши, в буквальном смысле, соседи по деревне, по нашему селу, очень часто жалуются на головные боли, на боли в суставах, на боли в сердце. С чем это связано? Это связано с тем, что радиочастоты имеют прямое отношение к магнитным бурям. Потому что радиочастоты есть короткие, средние, длинные. И чем они отличаются друг от друга? Они отличаются пунктами передачи, пунктами воздействия. И ровно так же и магнитные бури есть короткие. Но если на что? На человеческий организм, потому что у нас есть... На конкретные системы, на конкретные органы? Конечно. На конкретные органы, на конкретные системы. Чем больше орган положим, чтобы вам было понятно, как печень, для него нужны не короткие, не средние волны магнитных бурь, а длинные, которые длинно тянутся. Почему? Потому что печень, как один из самых выдающихся, самовосстанавливающихся систем, в общем-то, очень редко подвергается таким вот коротким или средним воздействиям. А можем ли мы, как будто бы, замкнуть свой электромагнитный контор, как будто бы в облаке или в коконе находясь, чтобы вот эти воздействия не мешали нашему обмену веществ? Вообще такое, в принципе, возможно? Или хотя бы отчасти возможно? Это не просто возможно, а это имеет место быть и очень древние корни. Потому что вот одна из методик, которые приписывают восточной системе, вот, например, она очень четко выписана вот в этой книжке. Обращаю ваше внимание, Андрей Васильченко написал замечательную книжку «Тибетская экспедиция СС». Но дело в том, что редко кто из нас и из вас, уважаемые коллеги, помнит о том, помнит о том, что ровно так же, что и молодая советская власть занималась и увлекалась этими вопросами. Почему? Потому что системное радио или системное радиоизвестие или спонтанное радиоизвестие уже очень давно считается одним и считалось одним из мощнейших инструментов воздействия на человеческие массы. И, кстати, сказать, помимо того, что я вас призываю вот эту книжечку прочесть, найдите и обязательно перечитайте книжку нашего замечательного советского писателя Ивана Ефремова «Час быка». То есть, вот эти все моменты, вот эти все моменты, связанные с магнитными бурями, с радиоизвестией, с радиочастотами, они настолько вошли в наш быт, потому что мы все постоянно находимся в системе вот этих электромагнитных колебаний. И на эти электромагнитные колебания очень легко можно посадить различные сигналы, которые соответствуют тем или иным системам. Вот со времен, со времен тибетской медицины, со времен уйгурской медицины, известен, например, такой метод, который называется простукивание. Я уже неоднократно его показывал. Не надо искать обязательно какие-то каналы, знать очень точно, чё, точно, чётко точки, места, локусы, воздействия на них. Достаточно понять о том, что у нас есть, так называемая, женская поверхность тела и мужская поверхность тела. Вот если вы переживаете головные боли, если вы переживаете состояние депрессии, если вы переживаете состояние апатии, но головные боли какие? Которые заставляют вас прилечь. Имейте в виду, что у вас нехватка, так называемой, магинской энергии. Что для этого надо сделать? Надо взять вот такой вот веник и простучать себя от кончика пальца до плеча. Если вы левша, начинаете слева в течение 10-15 секунд, потом переходите на правую руку. А если вы правша, начинаете эти действия ровно так же только с правой руки и переходите на левую руку. Если мы идём дальше, говорим о недостатке яйнской энергии. А что такое недостаток яйнской энергии? Недостаток яйнской энергии это суставные боли. Это невозможность подвижности, нарушение мобильности. Частые прострелы в области шеи, в области поясницы. Что для этого надо делать? Для этого надо взять яйнскую поверхность. Вот она находится здесь. Вот она находится здесь. Ровно по такому же принципу. Потом очень хорошо работают наши приёмы прикладные, которые вы можете легко найти на просторах ютюба. Замечательное наше упражнение под названием «Золотая стопа». Я не буду сейчас показывать его. Найдите золотую стопу. С чем это связано? Это связано с воздействием на одну из самых таинственных мышц в человеческом организме. Самая, одна из самых таинственных мышц. Под названием «Камбаловидная или икроножная мышца». Мышца, которая объединяет гормональный аппарат с кроветворением. Это камбаловидная или икроножная мышца. Вот упражнение «Е» под названием «Золотая стопа» очень хорошо купирует явление стаза. Явление остановки крови, остановки лимфы в органах малого таза, которое возникает в результате магнитных бурь, в результате магнитной экспансии. Очень хорошо работает одно из наших авторских упражнений, модификации тибетского упражнения, извините за тавтологию, под названием «Тибетский лев». Показывать не буду, найдете, увидите, только услышите, только предупредите соседей, что вы будете рычать, как тибетский лев. На что направлено упражнение «Тибетский лев» вместе с остуживанием каротидных синусов? На то, что у нас улучшается функция, выделительная функция желчи, через желчные протоки. Пожалуйста, уважаемые коллеги, способов очень много, методов очень много, а защищать себя нужно обязательно. Почему? Потому что, ну, когда нам пишут, доброходы такие, что таблетка аспирина и таблетка фенозепама и магнитная буря по хрену. Ну, вот к какому выводу можно прийти, что человек, во-первых, не знает действия, воздействия аспирина, а во-вторых, человек уже находится в пограничном состоянии. Потому что, идя мимо аптеки и зайдя, на секундочку, вы просто-запросто не возьмете фенозепам. Это препарат специального назначения, который, в общем-то, выдается по спецрецепту и так далее, так далее. Помогает фенозепам? Да, помогает. Но во что он вас превращает? В овощ? Какую? В зимнюю. Видели морковку после зимы? Вот фенозепам превращает вас в вот такую морковку. Превращает вас в вот такой овощ, в буквальном смысле этого слова. Потому что воздействует на все уровни биохимических изменений в мозгу в нашем. И, конечно, вы не будете подвергаться всем этим моментам, потому что вы находитесь в состоянии спячки. Условно говоря. А смысл этого магнитных бури в чем заключается? Заключается в том, что магнитные бури нас, как бы, и абсолютно, не имея нас в виду, они проверяют нас на вшивость. Как ведет себя наши оболочки мозговые. Как ведут себя кости черепа. Как ведет себя щитовидная железа. Как ведет себя дуга аорты. Как ведут себя сонные артерии. И далее по списку. Подробнейшим образом мы, Сатьяна Владимировна, останавливаемся и будем в лишний раз, я вас приглашаю, на наш вебинар. Который пройдет вот буквально скоро. Следите за нашими рассылками. О том, как вы можете самостоятельно помогать своим сосудам. Приходите, регистрируйтесь. Ссылочка под этим видео. Пожалуйста, пользуйтесь нашими приемами. Обогащайте свои знания. Защищайте себя, своих близких и своих родных. Потому что, как говорил мой великий дед, сегодня ты легко поддаешься страху от молнии, а завтра ты легко получаешь инфаркт миокарда. Потому что страх от воздействия молний, от воздействия магнитной бури очень сильно влияет на спастику, на спазм наших сердечных клеток, наших сердечных мышц. Естественно, когда сердечко ваше находится в состоянии спазма, какие усилия нужно сделать левому желудочку для того, чтобы протолкнуть кровь? Для того, чтобы обеспечить мозг наш кислородом? Лишний раз. Лишний раз. Об этом мы, Татьяна Владимировна, будем вам рассказывать и показывать. И будем делиться нашим опытом и нашими знаниями. Милости просим! Субтитры сделал DimaTorzok